Книга «Открытым оком. Первый том. Вопрос 257. Политика. Как вы лично относитесь к сегодняшнему положению в российской армии? Стоит ли христианину принимать присягу и служить в местах военных конфликтов? Отвечает Игнатий Тихонович Лавкин. В книге «К истинному православию» в отделе «А я говорю вам, любите врагов ваших» дается полный ответ на вопрос. Кратко. Присягу, которая есть клятва, категорически запрещается давать ее. И воевать тоже нельзя. Служить в армии нужно. Матфею 5, 34-37. А я говорю вам, не клянись вовсе, ни небом, потому что оно престол Божий, ни землею, потому что она подножие ног его, ни Иерусалимом, потому что он город великого царя, ни головою твоею не клянись, потому что не можешь ни одного волоса сделать белым или черным. Но да будет слово ваше «да», «да», «нет», «нет», «а что сверх этого, то от лукавого». Иакова 5, 12. Прежде же всего, братья мои, не клянитесь ни небом, ни землею и никакою другою клятвою, но да будет у вас «да», «да» и «нет», «нет», дабы вам не подпасть осуждению». Матфея 5, 43-46. Вы слышали, что сказано «люби ближнего твоего и ненавидь врага твоего». А я говорю вам, любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящим вас и молитесь за обижающих вас и гонящих вас, да будете сынами Отца вашего небесного. Ибо он повелевает солнцу своему восходить над злыми и добрыми и посылает дождь на праведных и неправедных. Ибо если вы будете любить любящих вас, какая вам награда? Не то же ли делают и мытари присягу не принимать, а от армии не уклоняться? И если потребуется отдать душу за ближнего своего на поле брани, будь содействием Божиим готов на это. Санитарный работник – рыть окопы, ухаживать за заразными. Альтернативная служба должна быть официально признанной в государстве. Армия всегда должна быть из неверующих наемная. Альтернативная служба